Субтитры делал DimaTorzok Прошу подписаться на канал, поставить лайк и даже может быть написать комментарий. Ну а мы начинаем. Одна из самых неоднозначных, но в то же время весьма интересная и талантливая норвежская группа Keep Up Callison анонсировала выход своего нового, уже седьмого студийного альбома и первого за 8 лет. Пластинка получила название «Катарсис» и выйдет 24 марта следующего года на Back on Black Records. Начав свою деятельность еще в 93 году, как типичный норвежский black metal коллектив, группа сильно вышла за рамки стиля, начав использовать в своей музыке элементы дэд и трэш металла с эпическим уклоном. На последнем альбоме 2015 года также можно услышать элементы эпического хэви и даже пауэр металла. Как известно, в 2009 году Keep Up Callison даже подавала заявку на участие в попсовом конкурсе Евровидения и выступала с норвежским певцом и скрипачом белорусского происхождения Александром Рыбак, что многие сочли за акт продажности и опопсения. Продолжение следует... Между тем, повторюсь, коллектив довольно интересный и, мало того, имевший в своем составе хоть и недолгое время таких известных black metal персонажей, как Прост из Сатирикон и Атила Чихар из Мэйхем. В общем, немного изменив состав за последние годы, группа приготовила новый материал, включающий 8 композиций. Вот что говорится в анонсе. Keep Up Callison возвращаются со своей самой эпической работой на сегодняшний день. Пионеры эпического экстремального металла создали альбом, который поразит слушателей как жестким и прямым ударом, так и бросит вызов своими богатыми деталями и огромной атмосферой. Эпический и мелодичный. Экстремальный, но разнообразный. Интенсивный, захватывающий и просто грандиозный в любой форме. Катарзис знаменует собой новую эру для группы, которая доказала, что продолжает создавать металл высочайшего качества, несмотря на многочисленные трудности и изменения в составе. Они создали альбом, который настолько эпичен и настолько разнообразен, что он способен захватить слушателей из всего спектра металлического жанра. Катарзис – это просто удивительное путешествие, исследующее все, от самых сильных эмоций до самых глубоких страхов и мрачных мыслей. В общем, многообещающее. Что ж, поживем, увидим. Точнее, услышим. Организаторы фестиваля Hellfest, который пройдет с 15 по 18 июня в Клиссоне, Франция, объявили полный состав участников на этот год. В нем примут участие более 170 групп, среди которых следующие хедлайнеры – Kiss, Iron Maiden, Slipknot и Motley Crue. Пакеты билетов на 4 дня уже распроданы, однако билеты на один день будут доступны. Среди других групп, представленных на фестивале – Inflames, Catatonia, Hypocrisy, Nightfall, Begemoth, Duck Funeral, Suffocation, Bloodbuff, Venom Incorporated, Gargaroth, H-Enemy, Pantera, Testament, Exodus и много других. Субтитры создавал DimaTorzok Один из основателей и гитарист шведской дэт-метал-группы Intuned, Алекс Хеллет, собрал новую группу Fredless – мрачный дак-метал с сильным влиянием фолка и многообразием вокальных партий. Пока что группа выпустила два сингла, на которые сняты видеоклипы, но уже готов одноименный дебютный альбом, который будет выпущен ориентировочно 10 февраля следующего года. Кроме гитариста Алекса Хеллета, в состав коллектива входят гитаристы Томас Карлсон и Фредрик Дэниельсон, бас-гитарист Роберт Лингрен, вокалистка Лив Хобб и клавишник Виктор Даллен. В описании говорится, что группа Fredless собралась вместе весной 2021 года, базируясь в окрестностях Стокгольма. Объединенные глубоким чувством своих исторических корней и любовью к темным звукам, они создают поистине эпический пейзаж, смешивая тяжелые гитары с более традиционными инструментами и желанием передать историю в соответствии с фактами. В результате получается задумчивое, но в то же время мелодичное звучание. Дебютный альбом будет содержать 9 темных, тяжелых, интенсивных песен. Лирический альбом представляет собой путешествие по позднему средневековью, повествующее об исторических событиях с точки зрения простых людей. В музыкальном плане это экскурсия, которая не поддается никакому описанию, сплетая метал, рок, фолк и традиционные музыкальные темы в богатый и разнообразный альбом. Первый сингл группы – 7 минут бурлящей, динамичной, красивой, тяжелой музыки, представляющей первую главу альбома. Субтитры делал DimaTorzok Новость для поклонников норвежской блокметал-группы Carpetion Forest Очень калорийный бас-гитарист Дэниэль Сальто, он же Врангсин, решил сделать перерыв в работе с группой, в первую очередь из-за проблем с физическим и психическим здоровьем. Вот что он написал. Дорогие друзья и возлюбленные враги, после долгих размышлений и консультаций с моими любимыми коллегами по группе, я решил отдохнуть от Carpetion Forest. Для этого есть много причин. В последнее время мое здоровье было совсем плохим. У меня уже несколько лет проблемы с руками, и временами я с трудом могу играть на инструменте. В последнее время у меня также было много интересных психических проблем. Не только ваши обычные депрессии, но и слышание голосов, зрительные галлюцинации и так далее. Я думаю, что, возможно, пришло время выяснить, что, черт возьми, все это значит. Потому что мир начинает выглядеть, мягко говоря, немного странным. Я хочу поблагодарить своих коллег по группе за понимание и поддержку, и за то, что они всегда поддерживали меня на 100%. Вы, ребята, самые лучшие. Я также должен подчеркнуть, что я не ухожу из группы. Я просто не буду больше выступать вживую, пока не буду достаточно здоров физически и морально для этого. Я буду продолжать работать с ними в студии, носить свой вклад в написание музыки. И, возможно, когда-нибудь вы снова увидите меня на сцене с группой. В этом старом мире, в котором мы живем, случались и более странные вещи. С наилучшими пожеланиями, Врангсин. С наилучшими пожеланиями, Врангсин. Как стало недавно известно, барабанщику Iron Maiden Ника Макбрейну еще в 2020 году поставили диагноз рак гортани первой стадии, но он некоторое время держал это в секрете. Причем рассказал он об этой проблеме в интервью, опубликованном еще 16 сентября прошлого года на сайте здравоохранения Университета Майами. А обнаружили это интервью только сейчас. В статье говорится, что еще в 2019 году Ника заметил изменение в своем голосе, которое нельзя было объяснить выступлением или гастролями. Цитата. Когда я играю на барабан, а в группе я как бы кричу и воплю во время игры, как дзюдоист. Когда вы лежите в тихой комнате, говорите и слышите свой голос, и простужены вы звучите по-другому. Это случилось со мной. У меня не было ни простуды, ни каких-либо симптомов болезни, поэтому я просто решил позвонить своему врачу. После проведения специальной эндоскопии у Макбрейна был диагностирован рак гортани первой стадии, но, к счастью, он попал в хороший онкоцентр. Для точной диагностики и лечения этих видов рака требуются хорошие специалисты. Через неделю доктор удалил опухоль, и теперь Макбрейн каждые несколько месяцев проходит обследование, чтобы убедиться, что рак не вернулся. Как известно, Ника отправился в дорогу с Iron Maiden в 2022 году в рамках тура группы Legacy of the Beast. Вот какие рекомендации дал Ника. Цитата. Я настоятельно рекомендую всем, кто чувствует, что с их голосом что-то не так, пойти и провериться. И не откладывайте это на потом. Для меня было очень хорошо, что я обнаружил его на первой стадии. Напомню, что Ника – это не первый участник Maiden, а победивший рак. Еще в 2014 году у Брюса Диккенсона был диагностирован рак горла. Певец, у которого была опухоль размером с пузырь на языке и еще одна в лимфатическом узле на правой стороне шеи, полностью выздоровел в мае 2015-го, после облучения и девяти недель химиотерапии. В общем, будьте здоровы! Вокалист группы Iron Maiden Брюс Диккенсон вновь примет участие в исполнении концерта для группы и оркестра Джона Лорда на десяти концертах в марте и апреле следующего года. Концерты исполнит симфонический оркестр, состоящий из более чем 80 музыкантов под управлением Пола Мана, близкого друга Джона, собранный специально для этого случая из участников симфонического оркестра Сан-Фаула. Они выступят вместе с музыкантами группы Джона Лорда, а также с клавишником Джоном О'Хара из Jet Ratal и бас-гитаристкой Таней О'Келлахан из Whitesnake. Брюс ранее исполнял концерт для группы и оркестра в ноябре прошлого года в Диоре в Венгрии с Роджером Гловером из Deep Purple и Диорским симфоническим оркестром. До этого он выступал на праздновании 50-летия концерта в ноябре 2019 года в Канаде. Когда впервые было объявлено о концерте в Канаде, Диккенсон сказал, «Как многие знают, Deep Purple оказывали большое и постоянное влияние на мою жизнь с тех пор, как я был подростком, и за эти годы мне посчастливилось стать хорошим другом со всеми участниками группы, особенно в сотрудничестве с Джоном Лордом». Ну а концерты пройдут в Румынии, Болгарии, Боснии и Герцеговине, Хорватии, Словении, Чехии и несколько в Бразилии. Группа Children of Bodom, как известно, распалась еще в 2019 году после последнего концерта в Ледовом зале Хельсинки. Бас-гитарист Хэнка Сеппала, клавишник Яны Вирман и барабанщик Яска Рати Кайнен покинули группу, в то время как Алекси Лайха и гитарист Дэниел Фрейберг сформировали новый коллектив Bodom After Midnight. Алекси, как известно, скончался в 2020 году, что ознаменовало конец Children of Bodom без какой-либо возможности воссоединения. Его друг, бывшие участники Children of Bodom вместе с наследниками Алекси объявили, что они работают над выпуском концертного альбома, того самого, который последний в Хельсинке, а также ищут фотографии фанатов для включения в буклет этого альбома. Все желающие могут связаться с группой, чтобы получить возможность включить свои фотки в этот альбом. Заявление музыкантов сказано. Три года назад, 15 декабря 2019 года, Children of Bodom отыграли свой последний концерт в Хельсинке. Чтобы сохранить этот драгоценный последний момент и сделать его доступным для всех, кто не смог попасть на концерт, наследники Алекси, Даниэль, Хенка, Янна и Яска выпустят концерт в следующем году в виде концертного альбома. Чтобы сделать его еще более особенным, мы хотели бы получить от вас фотографии для включения в буклет альбома. Мы ищем любые воспоминания, связанные с Bodom из любой эпохи. Если вы хотите принять участие в этом проекте, пожалуйста, пришлите свою фотографию. С нетерпением ждем, что у вас есть в архивах. И следите за новостями. Субтитры сделал DimaTorzok Новогодний кавер-проект Slager, что можно перевести как «Саня» или «Саночник», вновь вернулся как раз перед Новым годом, чтобы представить новую рождественско-новогоднюю версию классики группы Slayer, Soft of Heaven, которую они назвали Soft of Lapland. На песню сняли полуанимационный видеоклип. Состав проекта несколько изменился и дополнился, но в него входит клавишник Джордан Рудес из Dream Theater, вокалист Джереми Клинк из Inhuman Condition, концертная басистка Месифл Фейт Бекки Болдуин, гитарист Чарли Гриффит из Хакен и барабанщик некто Delta Empire. Напомню, что в прошлом году коллектив представил кавер-версию песни Slayer «Seasons in the Abyss», которую они окрестили как «Seasons Greetings in the Abyss». в проекте в качестве басиста был представлен Дэниел Ферд, из Cradle of Field. Чарли Гриффит тогда отметил, цитата, «Внесение в эту песню немного рождественского настроения сработало лучше, чем кто-либо из нас ожидал. Очевидно, что Джефф Ханнеман любил Рождество, так что надеюсь, он одобрил бы наш трибют». На этом пока все, спасибо всем за просмотр и надеюсь, увидимся в новом году. В начале следующего года будет вторая новостная часть за декабрь, ну и подведем итоги 2022 года. До новых встреч и с наступающим!